Как правильно получить американскую визу, каким образом можно принять участие в лотерее «Зеленая карта», а также без особой бюрократической волокиты посетить в Штатах родственников или друзей. Об этом журналистам рассказала вице-консул Соединенных Штатов Америки, которая с рабочим визитом посетила наш город. Госпожа Джуи Эль Дэвис Кишниш достаточно неплохо владеет русским языком, но на вопросы журналистов отвечает только на родном английском. Таков дипломатический протокол. Вице-консул Америки в Украине посетила наш город в рабочем порядке. Основная цель – доказать, что Соединенные Штаты открыты для украинцев. Говорит, главное – обосновать свое право жить и работать там. Первый путь – это возможность иммигрировать через семейную связь. Если кто-то из вашей семьи является гражданином США, он может подать петицию миграционную, таким образом человек сможет иммигрировать в США. Второй вариант – через инвестиции. Человек должен инвестировать большие суммы в экономику США, и по этому вопросу он сможет потом стать гражданином. Третья возможность – это через трудоустройство. Если вы хотите всего лишь навестить в Америке друзей или родственников, то достаточно получить от них письмо с приглашением. Можно неофициально, отмечает госпожа Дэвис Киршнер. И добавляет, если же важно уехать в Штаты на постоянное место жительства, в этом случае можно воспользоваться бесплатной лотереей «Зеленая карта». Для участия в розыгрыше достаточно преодолеть 18-летний рубеж и иметь аттестат о среднем образовании. Или же подтверждение о наличии двухлетнего опыта работы. Важно внимательно заполнить анкету и не стать жертвой мошенников, отмечает вице-консул. Говорит, в Украине появилось немало компаний, которые выдают себя за организатора лотереи, определенным образом наживаясь на этом. Например, если письмо о победе в лотереи пришло вам на электронную почту, знайте, что вас обманывают, подчеркивает госпожа Дэвис Киршнер. Если люди выиграют в лотерею, они получат письмо, не электронную почту, а письмо. Но электронная почта нужна для того, чтобы точно определить, что этот человек выиграл. Как отмечают представительницы Америки, в этом году свои зеленые карты на въезд в Штаты могут получить 50 тысяч украинцев. Узнать больше об этой программе и других визовых нюансах можно на интернет-странице посольства. Вообще же, Америка сегодня открыта для легальных иммигрантов из Восточной Европы. Приветствуются и туристические визиты, подчеркивает госпожа Дэвис Киршнер. Только в 2007 году более 57 миллионов людей приехали в США, чтобы посмотреть страну. Мы любим это. Почему? Американцам это очень нравится. Кстати, мировой экономический кризис не повлиял на иммиграционную политику Штатов. В частности, визовый режим ужесточен не был, отмечает вице-консул. Правда, добавляют, что американские компании гораздо меньше стали приглашать на работу иностранных специалистов в целях экономии. Продолжение следует...